Здравствуйте, дорогие друзья! Супер короткий выпуск. Мой оператор уже умирает. Так вот, соответственно, суть в чем? Оксан Дролон, чтобы просушиться, лето, тёлочки, а у тёлочек мальчики, все хотят просушиться, все хотят быть сухими и красивыми. Оксан Дролон льётся рекой. Почему? Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгалла почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Да, действительно, дорогие друзья, Оксан Дролон назначают даже детям. Мы это разбирали в предыдущих выпусках, также мы разбирали, какие анализы сдавать при Оксан Дролоне. И вроде как бы это практически безопасный препарат. И он мне нравится всем. Он не стимулирует аппетит, что устраняет, да, какие-то моменты, связанные с синдромом избыточного бактериального роста. Когда я в выпуске о сустаноне свежем я рассказывал, что если простимулировать аппетит, то у человека могут начать расти патогенные бактерии. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Оксан Дролон вроде как не влияет сильно на коагуляцию, да, то есть он, естественно, там у нас не повышаются эстрогены, пролактины от Оксан Дролона. Всё вообще замечательно с нашей любимой Оксаночкой. Но есть один момент. Это небольшое токсическое влияние непосредственно на наш ливер, на нашу печень. И, соответственно, в чём это может проявляться? У каких людей это могут возникать какие-то осложнения? В первую очередь в группе риска стоят люди, у кого нарушен желчный отток. Это все истории, что вам удаляли желчный, это истории, что у вас взвеси в желчном, это истории, что у вас камни в желчном. Если у вас нарушение функции печени по типу, все нарушения по типу липоматозов, какие-то такие жировые включения в печени. Вот. И, соответственно, все вот эти моменты, вы их можете прояснить, есть ли они или нет, нужно просто сделать узибрюшную полость. Посмотреть. Если у вас есть нарушение функции желчного оттока или печени, всё же нежелательно употреблять Оксан Дролон. Насколько, опять же, они выражены, настолько и будут выражены, соответственно, побочки, связанные с Оксан Дролон. Потом, дорогие друзья, если у вас, соответственно, проблемы с дизлипидамией. При дизлипидамиях тоже нарушаются как функции печени, так и ЖКТ. Иногда нарушен, соответственно, желчный отток. Иногда это какие-то, соответственно, дифференцированные проблемы с печенью. И вот пока мы не выясним, почему у вас и так есть дизлипидамия, да, то, конечно, нежелательно использовать всё-таки даже маломальские токсичные препараты. Потом о чём нужно помнить. Одно дело дизлипидамия, какая-то слабо выраженная, которая у вас выражается в том, что, допустим, у вас там хорошего холестерина, липпортеидов высокой плотности, единица, а плохого холестерина, допустим, у вас там, ну, 3,5-4. Ну, это ещё фиг бы с ним, ладно, на это можно закрыть глаза, сказать, мы качки, дурачки, всё хорошо, как бы замечательно, там мы всего лишь месяц покурсим, потом будем лечиться, будем использовать гепатопротекторные средства, будем, соответственно, не знаю, пить изитимид, и всё будет замечательно. Но, но, другое дело, когда у вас именно гиперхолестериномия, особенно выраженная больше в своей массе за счёт, соответственно, липпортеидов низкой плотности, то есть холестерин уже, допустим, там 7-8 у вас, общий холестерин, вот, и это уже звоночки. И если вы самостоятельно не можете найти корень зла, где у вас брешь гиперхолестериномия, вам, конечно, нужно обратиться к врачу, или, соответственно, если вы всё-таки такие опытные ребята и хотите всё лечить самостоятельно, я вам дам такую подсказку, что, как и в предыдущих, во многих своих выпусках, я всегда говорю, что есть в основном две проблемы с холестерином. Это либо нарушение функции ЖКТ, и мы начинаем обследование, с чего, с триады мы выясняем, есть ли проблемы в нарушениях ферментации. Мы сдаём панкреатическую эластазу в калии, сдаём, можно в крови сдать амилазу или пазу. Потом обязательно смотрим, делаем количественный тест крови бактерий хиллари и дыхательный тест бактерий хиллари. Потом мы смотрим, соответственно, обязательно хромоспектрометрию по осипу. И вот такой наборчик, это, конечно, минимум, самый-самый минимум, что можно сделать, просмотреть по кишечнику. Но вот перестраховаться, так скажем, и минималочку сдать можно от кишечника. Печь, это, конечно же, соответственно, сдача идёт и билирубина хотя бы общего, и латасат, и гамма-ГТ, фосфатаза щелочная. Всё это нам указывает на те или иные проблемы с печенью. Но, естественно, о том, как лечить печень и кишечник, это нужно делать отдельный выпуск и ещё понимать, про какое конкретно заболевание будем говорить. Одно дело мы будем говорить про синдром избыточного бактериального роста, другое дело мы будем говорить, допустим, про гипербилирубиномию и о её причинах. Можете написать в комментариях, например, какой бы выпуск, о чём вам было бы интереснее всего посмотреть. Вот. Потом, значит, о чём речь? Вот если таких вот вещей, видите, гиперхолестериномии у вас нет, и если у вас дизлипидомии нет, опять же, мы всё равно должны убедиться в чём, как я выше сказал. Ну, конечно, не должен быть на входе в курс Аксандра Луна повышен АЛАТ, АСАП, Билирубин, вот. Понятно, что гамма-ГТ и, соответственно, АСАЖ щелочная тоже не должны быть повышены, дорогие друзья. И, в принципе, это всё. Потом, на коагуляции не влияет, соответственно, глобальный Аксандра Луна, но если вы сдадите натрий и каулограмму номером 3, лишним это далеко, дорогие друзья, не будет. И потом, конечно, хотелось бы сказать, что предыдущий мой выпуск Аксандра Луне актуален, то есть вы его тоже можете посмотреть. И вот эти вот истории про тегидротестерон, соответственно, и вообще всё остальное, всё, что я там указывал, естественно, тоже нужно изучить, сделать себе заметку. Повторюсь, что в целом идея о том, чтобы просто просушиться на Аксандра Луне клету, соло, она достаточно неплохая. В каком плане? В том, что если вы будете применять другие более серьёзные препараты, побочных эффектов может быть гораздо больше. То, что я сейчас перечислил у Аксандра Луна, это в разы, у многих других препаратов в разы, в разы увеличивается. Да, многие пункты, о которых нам надо говорить. Поэтому то, что я перечислил, это ещё не так много, поверьте мне. Опять же, анализы и объяснения на разные препараты я в выпусках снимал. Поэтому основная идея такой сушки Аксандра Луном, она неплохая. Пролечивать вас потом нужно будет гораздо и гораздо меньше. Дозировки Аксандра Луна рекомендации разнятся. Ну, вот где-то от 20 миллиграмм до 50 миллиграмм в сутки, дорогие друзья. Вот. Опять же, ну, конечно, у меня встречаются атлеты, которые там блистерами это всё ели. Но в среднем, обычно, среднестатистическому человеку хватает 20-30 миллиграмм даже вот на уши. Вот. Потом девушкам можно его использовать и не получать достаточно объёмное количество побочек. Девушкам рекомендуется его использовать желательно, соответственно, с препаратами, которые будут давить дегидротестерон с самого начала курса. Вот. Потому что у девочек Аксандра Луна бывают очень яркие эффекты. Повышается гидротестерон, повышается наволосение. Вот, соответственно, гирсутизм, по-другому говоря, наступает. Поэтому это отдельная проблема у девочек, гирсутизм, которой нужно бороться. И отдельный выпуск про это нужно снимать. Поэтому, дорогие друзья, если вам интересно употребление вообще анаболических стероидов для женщин, если меня смотрят женщины, вообще поставьте мне, напишите плюсик. Мне интересно вообще, актуально ли для женщин этот вопрос. Или мы только с мальчиками здесь на эту тему разговариваем. Вот такие вот дела с Аксандролоном, дорогие друзья. Пишите мне ваши вопросы, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, что вскоре мы озвучим какие-нибудь исследования обязательно с Папмеда по Аксандролому. И, конечно же, я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И, конечно же, да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Папмеда по Аксандролом 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 Папмеда по Аксандролом